Вот она я. Здравствуйте. Мне 80 лет. Родилась 1 мая 1937 года. Мама так рассказала. В 10 часов утра. На улице солнце, музыка, флаги, улыбки людей, праздничного настроения у всех. Родилась я четвертым ребенком в семье. После меня еще вот двое. Родилась на Урале, в районном селе Белокаталь. Село расположено в красивом месте. Среди гор две реки, пруд и вокруг смешанный лес. До сих пор люблю это место родное. Родина это то место, откуда молодости хочется уехать, а в старость вернуться. И я езжу часто туда. И еще. Ты вспоминаешь не страну большую, которую изъездил и узнал. Ты вспоминаешь родину такую, какой ее ты в детстве увидал. Родилась я в праздник. Так и жила всю жизнь. Старалась никогда не плакать. Не люблю этого. С хорошим настроением, с улыбкой. Я оптимистка. И я довольна своим характером. Когда мне было три года, родители развелись. Отец полюбил другую. Ему было 35 лет. Мужик в самом соку, как говорят. Когда мы стали взрослые, то все взвесили. Его не осудили. Их с нашей мамой не спрося женили. Ему было 17 лет, а ей 19. Они и не общались даже доженитьбы. Как все матери в то время. Мама была домохозяйкой. Отец был при должности секретарей кома. Была хорошая семья. Но отец увлекся другой женщиной. Она была главврач из бывшей купеческой семьи. Сыльная в наше село. Очень интеллигентная, культурная, партийная. У них были общие интересы по партийной линии. Развод наших родителей был событием на весь район. Тогда разводы были редкость. После развода отца сразу понизили в должности. Лишили партийного билета и отправили на фронт. Вернулся по ранению домой. Война. Мне было 5 лет. Маме с нами очень трудно. В семье 6 детей. Корова не доила временно. Меня и сестру, постарше меня, решила отдать отцу. То есть Михаловна, так звали его жену, согласилась взять только меня одну. Так я оказалась с мачехой. О, это совсем другая жизнь. Самостоятельная. Это сейчас 5-летних кормят с ложечки, курточки, ботиночки застегивают. А мы думали, как выжить. Около меня много было друзей, подруг всегда. Мы были предоставлены сами себе. Старшие-то все работали. Чтоб только мы не вытворяли. Так и школьная жизнь началась. Жили вольно. Неделями школу прогуливали. Я вообще могла ночевать у подруг на палатах. А дома думали, что я у мамы. Мама думала, что я у отца. От такой вольной жизни в голове было мало у меня. И меня оставили на второй год. Никто меня не ругал, не наказал. Отец вообще на меня даже голос никогда не повысил. И это во мне на всю жизнь осталось. Я тоже своих детей никогда не наказывала, не орала на них. Можно, значит, так воспитывать. Помню, очень стыдно было мне, что на второй год осталось. И вот я взялась за ум. Была смекалистая, заводила. И вскоре стала лидером в классе. Никаких прогулов, только учеба. Но детство было вольно. Летом обязательно были в пионерском лагере. Один случай расскажу. Видимо, во мне Пугачевщина сидела и вылезла наружу. В лагере была я председатель отряда. А Сима, подруга, которая тут сидит, звеневая, лидеры. И вот мы-то и организовали бунт. Наши вожаты, уложив нас спать, ушли в кино. И мы об этом узнали. И началось у нас. Одни в лагере. Мы прыгали на кровати. Бросались подушками. Орали так, что в селе слышно было. Но годы шли, и я выросла. И все около отца. И вот мне 17 лет. Ты с Михалом не заявила, что пора на самостоятельную жизнь. В то время я далеко жила уже от родного села. Мамы рядом нет, сестер нет. Плакать не перед кем. Пошла работать. И заочно закончила петучилище. В 21 год вышла замуж. Родила двоих сыновей. Я закаленная и никогда ни на кого не надеялась. Детей своих не баловала. Да и вообще молодцы они у нас были. Выросли самостоятельными. Когда они в Мариуполь приехали, то обоим было трудно, пока жильем не определились. Но не сорвались. Не запили, не закурили, не развелись, как это бывает у многих. Я ими горжусь. Жены у них хорошие. Все работают. Детям помогают. Но души у меня за них спокойно. Дети мои выросли в полноценной семье. От отца многое взяли. За свою жизнь я умудрилась на заводе вредность выработать. И ушла на пенсию в 45 лет. Закончила курсы экскурсоводов. И началась у меня интересная жизнь. Где только я не была с туристами. Много городов объездила. Многих известных артистов видела, посещая их концерты. Вообще любила путешествовать. Как только открыли железную занавесь, мы с мужем маханули в Египет. Нам всю страну показали. Мы тогда поняли, что мы живем не так. Плохо живем. На Кубе были. Это вообще другая планета. И все это незабываемо до сих пор. В моей жизни все было. И хорошее, и плохое. Труднее всего было пережить предательство. Но я все выстояла. Всегда у меня были хорошие подруги. Родственники у меня хорошие на Урале. Еду к ним, как домой. Особенно дружуясь с младшей сестрой Велиной. Жизнь была у меня интересная. А сейчас я сама себе хозяйка. Ковыряюсь во дворе. Никто ко мне не суется. Общаюсь со свахой Валей. Мы уже с ней подруги давно. Подруга у меня Рая, к которой со всякой просьбой можно обратиться. И поможет. Подруга по жизни Сима, с которой перебираем нашу жизнь. С детства мы с ней вместе. Перезваниваемся с Ольгой. И тоже встречаемся. Но больше всего общаемся с Эвелиной. Общаемся по планшету. И даже книгу вместе читали. Оручиняна Александра Атариевича. Обсуждали. Книга очень понравилась обоим. Так и жизнь проходит. Вот и 80 лет позади. Сейчас у меня спокойная, счастливая жизнь. Живу с Левой и Ириной. Они ко мне относятся с добротой и вниманием. Живем дружно. А что еще и нужно? Счастлива еще тем, что старшие Евгения и Галина тоже в Мариуполе. Внуки, правнуки здесь. Мы все вместе. Хоть и 80 лет. А так еще жить хочется. Спасибо.